Я сейчас вам хочу дать советы по структурированию вашего внутреннего мира. Вот постарайтесь вникнуть в мои рекомендации, даже записать. У вас же есть возможность останавливать на паузу, пересматривать и записывать. Поэтому я не буду диктовать, как в школе. А это во-первых. А во-вторых, когда я с вами буду говорить, мои рекомендации будут вам преподаны в некотором элементе внушения. Так, чтобы это прошло через ваше подсознание. Поэтому первый раз я вам советую просто выслушать, потом записать, а потом, когда вы записали, продумали, еще раз вернуться. И просто сплошным отрезком этого видео выслушать мои советы. Советы о вашем внутреннем мире. Итак, первый совет. Старайтесь меньше привносить в свой внутренний мир того негатива, что льется с экранов телевизора или различных СМИ. Я телевизор выбросил. Я уверен, что без этого можно прожить. И у меня нет телевизора уже лет 8. Новости я могу узнать те, которые мне нужны. Поэтому это как собирать какое-то говно на улице и приносить домой. Когда вы идете по грязи, вы же выбираете, куда ступить. Так и тут кто вам мешает пускать себе негатив или не пускать. Это первое. Второе. Во-первых, перестаньте чувствовать себя беспомощной жертвой своих мыслей, каких-то обстоятельств или каких-то людей. Наш внутренний мир требует радостных, позитивных, конструктивных мыслей. Но мы-то вообще не можем не думать, потому что мысли лезут днем и ночью, а в ночь даже в форме сна. Поэтому старайтесь выбирать, какие мысли мыслить, а от каких отказываться. Третье. Наша современная жизнь динамична, а часто и суетлива. Вот мы и бегаем, как белки в крысе, зарабатывая деньги, то да сё. Много чего даже не буду говорить, это уже негатив. Но вы же знаете, что загнанных лошадей пристреливают. Может быть, стоит остановиться, разобраться с приоритетами, с целями. Смотрите дальше. Я вам буду говорить про цели. Но четвертое я бы вам отметил такое, что наш внутренний мир развивается только в связи с нашей активностью, нашей деятельностью. И не стоит избегать этой реальности, где и проявляется наша деятельность, наша активность. И вы там можете найти и свои интересы, и друзей, и многое-многое другое. Нельзя сидеть внутри себя. Вы же не в камере одиночки сами с собой сидите. И пятое, последнее, на что хотел бы обратить внимание, это необходимо между людьми общение. Общение не только по интересам, а просто разговор. Я захожу в лифт, я всегда здороваюсь. Когда я вижу другого человека, я ему стараюсь улыбнуться. Потому что мне важны и ваши оценки, как вы меня смотрите, оцениваете. Кто-то даже ругает. Но что самое главное, что в этих коммуникациях с другими людьми помощь должна быть взаимной. Вот попробуйте кому-нибудь помочь, старушку перевезти через улицу. Вы почувствуете удовлетворение даже больше, чем вам помогли. Поэтому открывайте свой внутренний мир. И тогда вы сразу найдете путь упорядочения, структурирования своих мыслей. Ведь наш внутренний мир – это некие грезы и фантазии о самом себе. И так часто там не хватает планов и достижений в этом внутреннем мире. Но почему нужно жить в фантазиях? Хотя они тоже нужны. И самое главное, не должен быть внутренний мир запущен, как тайга, тундра. Помните, в ролике я говорил вам про маленького принца, который, почистив зубы, чистил планету, вырывал ростки Баобабов? Пудра, вырывайте эти ростки Баобабов, очищайте свой внутренний мир. Посмотрите этот ролик про маленького принца. Вы уже, наверное, забыли. Но вы должны еще понять, что наше сознание очень удивительным образом устроено. Внутри нас целый мир мыслей, чувств, переживаний. И он будет внутренний мир полон красоты, света и силы, когда вы за ним будете ухаживать. Когда вы будете заселять свой внутренний мир вот этой красотой. И тогда четко знаем, что ваш внутренний мир поможет найти вам решение в той или иной ситуации. И знаете, что не путем какого-то логического построения. А в подсознании произойдет инсайт, озарение, интуиция. И тогда вы найдете этот выход как звезда на небосклоне. И помните, что вот эта логичная мысль в формате Excel, она лишена творчества. Она лишена неожиданных радостей, неожиданных встреч, настоящей любви. Логика нужна в некоторых случаях, но она не может подменить процесс творчества. Часто становится занудливой и скучной. Но помните, логику никто не отменял.